В ожидании премьеры артисты репетируют по 12 часов в сутки. Помирить народный танец и современные движения совсем непросто. Помогает им известный московский хореограф, участник шоу-танца Александр Могилев. Спектакль «Болеро» не балет, хотя и музыка Мариса Равеля. Об остальном же хореограф пока не рассказывает. Держит Эдригу до последнего. Как ни странно, я дам маленький спойлер. В нем можно будет увидеть всю историю человека или развитие человечества, но на фоне определенных чувств, на фоне определенных эмоций. Разгадка очень простая. На мой взгляд, всегда человечеством движет только любовь. С самых тихих ударов начинается масштабная. Так зарождалась и жизнь на земле. На этом держится вся задумка спектакля, уверяет хореограф. Каждый шаг, каждое движение и поворот головы отрабатываются. У него терпения пока больше, чем у нас. Он потому что еще ни разу не жаловался, а мы жалуем сейчас постоянно. Это, конечно же, ирония. За 10 лет артистам ансамбля приходилось не раз осваивать новое, сталкиваться с трудностями, учиться у серьезных наставников. Вот эта музыкальная составляющая, которая начинается от простых барабанов и заканчивается высоким апофеозом музыкальным, нам напомнила такую ступень развития, как по спирали музыка набирает, набирает, набирает обороты. И нам показалось это логично, потому что коллектив молодой, нам всего 10 лет, и вроде мы начали от простого. И вот каждый год наше творчество пополняется какими-то интересными произведениями, что дает нам, естественно, шаг к развитию. Юбилейный фестиваль к десятилетию государственного молодежного ансамбля песни и танцы Алтай состоится 31 мая и продлится три дня. На сцене Краевого театра драмы с народными танцами выступят гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чеченской республики и других регионов России. Тогда же и пройдет премьера Болеро. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.